Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум и Реже Александр, и сегодня вместе с вами и моим красным приятелем по имени Изи мы будем сражаться с различными птицами и проходить игру под названием Duck Life Battle. Правда, почему-то именно сегодня игра встречает меня не совсем радушно, и именно на этом экране она иногда немножечко подглючивает. Все знают, что я играю через эмулятор в мобилке, а это мощности довольно большие, а у игры графика слабенькая. В общем, как это все дело сопоставить, я не знаю. В общем, она тут подглючивает, не обижайтесь, надеюсь, вы меня поддержите. И, конечно, я немножечко потратил времени и потренировался, поэтому все навыки моего Изи из прошлой серии теперь развиты на 100%. Стало быть, битвы для меня будут невероятно легкими и невероятно быстрыми, несмотря на то, что у этих агрессивных злых утят есть лопатка, но она им не поможет. Ладно, начинаем нашу битву. У меня 250 хп, у меня 100% будет много урона, и никто мне ничего не сможет здесь сделать. И, оказывается, я еще и спешил способность, использовал несколько неправильно. Если я четко прочитал ваши комменты... Вот, вот теперь я использую правильно. В общем, вот как нужно было нажимать, и тогда крит становится просто невероятным. Я сейчас первый раз это сделал и убедился, друзья, что без вас я, конечно, ничто. Спасибо, мы заработали дерево! И все ближе, и ближе, ближе, ближе мы к починке моста. Осталось сразиться с последним представителем расы птичьих на этом острове. И у него есть шлем. Я думаю, он будет офигенно бронированным и офигенно выносливым. Но поглядим, 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 кто же все-таки окажется сильнее. Зависит ли тут... Опа-ни, опаньки. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Что бы он ни делал, что бы он ни надевал, все равно дэмэджа у него очень мало. Потому что, блин, у меня и пробить не может. Я вроде бы на броню ничего не покупал. У меня он без одежды. Ну да ладно, ладно, используем, друзья, спешл. Пора, 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 пора. Оу, рановато нажал, поэтому урона получилось немного. Надо к этому делу все еще немного привыкнуть. И ты решил покрутиться, поспешлить. Как же это... Ты что такое делаешь-то? Подожди. Если бы еще вещи выпадали из утят, было бы... Спешл! Опа-на! Ван-шот, ван-килл. Зашибись, кей-оу. Все, я могу убраться с этого птичьего острова. Может быть, на других островах. Лаги куда-нибудь испарятся. И я смогу все-таки наслаждаться этим экраном. Так, получили веревку. Давайте заглянем, наверное, в магазин перед уходом. Купим себе какую-нибудь интересную шмотку, чтобы утенок выглядел круче. Например, может быть, смокинг, либо костюм из шариков. Я что-то сомневаюсь, что костюм из шариков будет офигительно сопротивляться урону. У него 20% сопротивления водным атакам. Ну, что-то как-то я сомневаюсь. Может быть, лучше вот это. Тут просто защита 10, именно физическая, я так понимаю. Да, 10%. Ладно, ничего покупать не буду. Скорее всего, в следующем городе будет новый магазин. И там нам представится... Ты что? Нет. Нашему взору представится гораздо больше разных интересных штуковин. Так, дружище. Смотри, я собрал все ресурсы для того, чтобы починить мост в деревне. Но, вот знаете, в чем проблемка? Вот я прям вот не могу понять. Они живут на острове со сломанным мостом. И их благополучие зависит от целостности этого моста. Они могли бы всеми ресурсами скинуться и сами мост починить. Почему они заставили выбивать ресурсы из жителей? Это жестоко, жесть. Это жесть. То есть, они сами не понимают, что для них хорошо, а что для них плохо. Приходит изи и начинает им объяснять, причем объяснять силой, грубо. Это не круто, это не круто. И... опачки, а что это за боевая арена? Выглядит она сурово. Скорее всего, там будет что-то интересное. Ну-ка, 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 ну-ка. Что же там будет? Что же там вскрывают? Такс, ого! Вход еще... Хм... У меня левел 100, вход стоит 10 монет. Давайте заплатим, посмотрим, что из этого выйдет. Что, подожди. А-а-а, это минимум левел, я что-то прочитал максимум. Короче, нужно прокачать 110 левел, и я смогу выступить на какой-то боевой арене, причем платно. Наверняка там будет что-то реально жесткое и крутое. Такс, надо, значит, сейчас посвятить время прокачке. Но я не вижу, где здесь... Вот эти глюки меня, конечно, смущают. Блин, друзья, извините, я... От меня это не зависит, они происходят только здесь. Как это случилось? Почему это происходит? Это жалко. Это жалко на это смотреть. Жалко, что это происходит, вот так вот. Ладненько, побежали вверх, надо найти тренировочное здание. Оно у нас, оно у нас шоп. А вот и тренировка. И смотрите, тут появились не только... Тут появились женщины-птицы. Хм... Раньше мы их не встречали. Такс, окей, да. Стартуем тренировку, тут будет новый тренер. И он сможет обучить нас новым специальностям. Выглядит он не так жестко, как предыдущий. Зато у него модный причессон. Такой армейский, да? Начнем, пожалуй, с защиты. Просто для того, чтобы посмотреть, какие здесь мини-игры. Ох, а нефига. Зачем столько кнопок-то? Я... Подожди. Воу. Воу. Сейчас попробую все это дело настроить. Это жестко. Вроде бы настроил, но я чуть боюсь этого... Этого челленджа, этого испытания, этой тренировки. Как-то выглядит все очень жестко, очень сурово. Не знаю, что из этого выйдет. Так, я умею наклоняться. А прыгать надо было здесь, да? Охренеть. И сразу змеи летят. Я даже не успеваю сориентироваться. Так, вроде бы все довольно просто. Надо понять. Так, где змеи? А, сначала мне отображают, где будут лететь змеи. То есть, в общем-то, я могу уворачиваться. Правда, иногда летят там монеты. Их было бы неплохо собирать. Хорошо. Вопрос только в том, насколько быстро я здесь буду прокачивать свой опыт, если буду делать все реально четко. Эй, монета, ты куда? Еще одна монета. Так, здесь у нас будет змеи, да? Жестко. Это суровое. Это суровое испытание. Хотя, пока вроде бы получается довольно неплохо. Уже 24-й левел. Максимальный, скорее всего, будет 40-й. Да. И буквально за пятку. Я же не ахиллес, чтобы меня за пятку кусать. Это же не ахиллесова пятая. Черт, почему меня за пятку кусили? У меня до пятки как таковой нету. Посмотрите. У меня маленькие-маленькие лапки. 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 Нет пяток. Или как их это назвать? Птичьи ножки. Лапки, наверное, все-таки, да? Так, уворачиваемся, приседаем, прилежаем, перепрыгиваем. Уворачиваемся. 25-й левел, друзья. 25-й левел. Немножечко покачаюсь. Я думаю, много здесь качаться не нужно будет. И как это влияет на защиту, я не понимаю. Если раньше на защиту влиял щит, это было бы логично, да? Ну, как бы мы щитом отражаем атаки, то здесь мы просто уворачиваемся. Это скорее какая-нибудь ловкость. Хотя, слушайте, ловкость тоже является в играх частью защиты. Она часто позволяет уворачиваться. То есть, проводить защитные какие-то комбинации, воротливые. То есть, все нормально. Рано прыгнул. Рано прыгнул. Только эта штука отобразилась. Я почему-то решил прыгнуть. И давайте последний раз. Последний раз. Воу! Тише, 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 змейки. 30-й левел хотя бы нужно, друзья, получить в этом испытании. Потом, вне записи, я уже добью, скорее всего, 40-й. Чтобы вам не наблюдать за моими тщетными потугами, которые... Которые реально выглядят плачевно. Ой! Вот что я рано прыгаю, а? Че меня мета? Ой, 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 ой. Все, все, достаточно. И ползать надо одновременно, и приседать. Ну нахер, ну нахер. На эмуляторе, да. Может быть, на телефоне было бы проще. Ладно. Health. Теперь мы прокачиваем здоровье. Эм, э... Ой. Окей. Будем с помощью мышки сейчас играть. Надо просто уворачиваться от этих больших, э... Шипастых, волосатых шаров, и... Это напоминает какую-то игру, где падают монетки, и ты кидаешь монетку, и монетки падают еще больше. Это, в общем-то, довольно просто. Перенастраивать управление я здесь не вижу смысла, потому что каждый раз перенастраивать его обратно было бы не круто. Я бы просто, эй, устал бы от этого. Пока довольно просто. Но очень-очень мало дают, слушайте, левела. Очень мало дают левела за успешные увороты. Прям практически вообще не дает. Это меня не радует. Это не круто. По 8 XP. А на предыдущем левеле прокачиваться больше нельзя. Я пытался, но делать этого нельзя. Подождите. А если я попытаюсь в эту штуку... А, так их можно ловить еще? Черт, я думал... Я думал, только уворачиваться надо. Давай попробуем поймать еще. А опыта за это больше не дают, да? Ладно, еще одну попытку. Но эта тренировка мне прямо... Прямо вот она мне не нравится вообще, в общем-то, никак. Ладно. Все, я научился хорошо управляться. Теперь все должно быть здорово. Попробуем ловить штуки все-таки. Оп. Сколько опыта дадут? Всегда дают 8. Нет смысла ловить. Только дополнительные деньги. Разве что. Так, одна штука вообще застряла, глядите-ка. Ну, ради денег, думаю, можно и попытаться половить. Их в несколько штук. Ай-яй-яй-яй-яй! Ой-ой-ой-ой, чуть не попался. Чуть не попался. Мы просто сейчас занимаемся не тренировкой, мы занимаемся зарабатыванием денег. Именно так это и стоит назвать, потому что по-другому это и назвать не получится. Тренировка из этого так себе. Хотя уже 26-ой левел, слушайте. Неплохо. Ай, зачем ты повернулся, чувачок? Повернулся, из этого вышла какая-то лажа. Ладненько, следующее испытание надо заоценить. Пауэр. Что из пауэра получится? Надеюсь, что это будет крутое. О, так это по-нашему. Это по-нашему, друзья. Вот это я люблю. Слушайте, просто уворачиваться. Тут можно вкачаться реально жестко. Я надеюсь, эти сучки нам уже встречались в предыдущей игре. Ох! Эй, это была ловушка. Один левел всего лишь? Один левел за такое пройденное большое расстояние? Там была ловушка. Я бы никогда в жизни не справился. Вот что? Ой, можно, да, все-таки там выскочить? Блин, жестковато, жестковато. Серьезное, серьезное испытание. Так, ладно. Значит, концентрация должна быть максимальная, не иначе. Главное, чтобы таких ловушек было поменьше. Именно вот таких. Когда два загнутых сука, и они прямо вау-вау-вау. Не смотрю на опыт, смотрю только на продвижение нашего изи. Потом пускай будет мне приятный сюрприз. Надеюсь, там все хорошо, потому что я реально сейчас опыта не вижу. Ой. Вах. Сколько же там уже мне... Эти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти-ти. Двадцать семь. Два... Неп, нормально. Нормально, слушайте, нормально. Если бы я не затупил, было бы еще больше. Надо хотя бы тридцатку здесь вкачать. Раз такая возможность есть. Я, правда, иногда что-то пугаюсь и прыгаю в другую сторону. Не знаю, зачем, когда этого делать не нужно. Вот опять сейчас это произошло. Зачем я это делаю? Оно как-то автоматически происходит. У меня пальцы сами нажимают кнопки. Это, видимо, все страх Это, видимо, все волнение Нельзя, нельзя нервничать, когда На кону что-то серьезное Ладно, 30-го левела, думаю, пока хватит Для победы над кем-нибудь из врагов 100% будет достаточно Так, дальше у нас спешл Давайте попробуем, просто один разочек Потом пойдем, наверняка левела хватает Попробуем свои... А что делать? Вау, это прикольно Это прикольно Надо ловить, в общем-то, арбузы Я понял, и не ловить бомбы Нормально От спешла зависит очень многое От спешла реально зависит очень многое Это колоссальную атаку дает Поэтому надо спешл, друзья, тоже вкачивать И на этом испытании, я думаю, я смогу вкачать его очень сильно С первого раза, потому что Довольно просто А арбузы, кстати, не всегда обязательно ловить О чем? Где мой опыт? Очень мало опыта дают, слушайте Очень мало дают опыта Вкачаться здесь будет сложно Вроде бы арбузов ловлю много Опыта практически не получаю Где мои? Столько арбузов мимо прошло 22 всего лишь? Не? Все, достаточно В топку В топку, в топку Спешл, потом сам прокачаюсь Спробуем спид и... Идем... Что это? А! Менять, короче, нужно цвет, да? И давайте-ка еще раз попробую Что-то, по-моему, у меня все получилось Ой Ладно, ладно, переверчил дальше Так, я все, я понял, как это работает Зеленый сюда Зеленый сюда просто нужно, нужно Тоже приноровиться Чтобы понять, сколько кликов кликать Короче, ладно Чтобы понять, сколько кликов кликать Прежде чем получится твой цвет Это нужно сконцентрироваться Пойдем сражаться, друзья А мы здесь ради сражений Я занимаюсь опять не тем Не тем, не тем Я сам не хочу этим заниматься Я хочу пойти на эту арену Нет, тренировка пока мне не нужна Отправляемся на арену Минуя эти лаги Это уже большое испытание Пройти через эти лаги А меня заставляют еще и тренироваться Ладно Какой у меня левел сейчас? Левел 130 Минимум 110 Поэтому нам хватает Тратим 10 голды И смотрим, к чему нас это приведет У нас тут очень жесткий типок, да? У него офигительная защита Против водяных атак Но водяных атак у меня нету Так, саченш У меня ничего нет У меня только гребаный бумеранг Ладно, посражаемся Ой, не-не-не-не-не-не Чуть он жесткий Тут надежда только, друзья, на спешл И на то, что он меня пробивать не будет Он меня пробивает В общем, если спешл у нас получится лучше, чем у него Возможно, мы победим Потому что у него и скорость больше И бьет он больнее Ой, ну их П у меня гораздо меньше Ой, еще бумеранг туда-сюда полетел Это спешл сработал, да? Ладно, спешл у меня не очень хорошо сработал На сотку Нет, тут надо тренироваться Прикольно, прикольно Утенок на арене? Это прям гладиаторские утиные бои Жестко И причем они жесткие Тут меня щадить никто не будет Мне нужно либо одежду новую покупать Либо тренировки Тренировать Либо чего, знаю Так, где магазин? Тут где-то был магазин Надо зайти в магазин Глянуть, что в магазине Продается интересного Магазин у нас вот Может быть, мне денег хватит На какие-нибудь интересные штуки Приколюхи И нужно понять, как двигаться дальше Надо найти утенка, который дает задание Так, у нас здесь есть воздушный шар Плюс 10 водяной И пауэр Ну атаки Вот мне нравится вот это Торч Спешл Спешл А куда одеваться будет торч? Давайте купим торч Ну это факел Так, и оденем его А стойте, стойте, стойте Это оружие А я думал это какая-то Косметическая штука Давайте, наверное, бегать Спешл плюс 20 Давайте возьмем факел Так И надо что-нибудь из костюмов Что повысит нашу Огненную атаку Пирог 40 15 урона Надо было пирог покупать Черт возьми Я нет Я Затупил Затупил, друзья Затупил Моя ошибка Надо зарабатывать деньги Надо тренироваться Ладно Как бы Тут ничего купить я не могу Печаль, печаль, печаль Может быть Этому утенку Которого Эм Защита из шариков Будет эффективно с ним сражаться С помощью факела Кто знает Нельзя Или стоп Или можно туда Нет, туда забраться нельзя Ладно Подойдем к дамочке Поглядим Что она скажет Что надо сделать Давай Давай, давай, давай Так Нужны ягоды Красные Зеленые И Синие Если мы эти ягоды добудем То по идее Мы сможем обеспечить себе проход Далее Хорошо Где сражаться И с кем Чтобы добыть эти ягоды Давай сразимся с тобой Арбузный Человечек Утеночек Давай И почему-то здесь меньше Разнообразия утят Там были разные утята Огненные Всякие Пришельческие А здесь одни И те же У него есть классное оружие Это какой-то электрошокер Да Электрическая атака у него будет ХП у него правда меньше Но поглядим Поглядим Что из этого выйдет Факел Смотрите Факел доносит дополнительный урон Огнем А он нахрененно много урона Электричеством бьет Не, ну я Такое Очень больно Тут либо нужно экипировку Правильную подобрать Либо надо качаться Друзья Ну Где мой спешл Дайте может на спешл Будет надежда какая-то Воу Сработало Прямо тогда Когда нужно Охренеть Вот это было Охренеть Утенок фаербол Умеет кидать Воу Э, это что такое? Давай, последняя атака моя, и я тебя победить смогу Побежу, побежу тебя Отлично, блин, я боялся Но утенок открылся для меня с новой стороны С огненной Он теперь у нас маг, волшебник, колдун Зашибись И я еще и шляпу получил Зашибись Мой утенок качается, а здесь появилась какая-то викторина С крутым утком Ну-ка А как тебе подойти? Давай пообщаемся с тобой, друг Что ты можешь мне предложить? Давай, призы хочу, хочу призы Ну давай Надо было раскрутить, да? Ну раскрутил Чем награду мне дадут? 100 монет было бы, конечно, здорово Но, скорее всего, я проиграю Либо какую-нибудь шмотку 13-го левела, 100 монет Шмотку, 5 монет, ну 5 монет А, есть 2-го левела 4-го левела, 10 монет Вот это, это вы 10 10 левелов давай, ес Вот это круто Хе-хе Спасибо, спасибо, друг, спасибо Увеличение скорости на 10% Я могу еще покрутить? Нет? К сожалению, все, больше нельзя Очень жаль, но это было круто Это было круто Ладно, друзья, пока на этом мы остановимся Продолжим с вами в следующий раз Ягоды, походу, можно просто собрать Ни с кем не сражаясь Продолжим с вами в следующий раз Если вам понравилось, вы можете поставить лайк Подписаться Счастлив, что вы со мной Будьте здоровы Пока Субтитры сделал DimaTorzok